Когда в товарищах согласие есть. Именно так, перефразировав строчку из известной басни Ивана Крылова, можно назвать сегодняшнюю встречу. Уже с первых минут общения стало понятно, на лад наше дело пойдет. Благодаря вашей группе совместная работа нашего главного управления с вами позволяет жителям Алтайского края узнавать, во-первых, оперативную обстановку, а во-вторых, знать обо всех чрезвычайных ситуациях, о правилах поведения, в быту, на работе. Александр Макаров переехал на Алтай в начале этого года. Приказом министра МЧС России временно исполнял обязанности начальника, а в апреле уже указом президента страны официально возглавил управление края. И все это время не было повода лично познакомиться с сибирской медиагруппой. И вот он настал. Это кадры первого выпуска программы «Выход есть». Ее покажут в ближайшее время на нашем канале. Сразу скажем, сотрудники МЧС выбирают тему, героев и проводят съемку самостоятельно. И даже монтируют материал без нашей помощи. А потому особо строго судить не стоит. Это своего рода проба пера и желание быть ближе к людям, доступнее. Например, в этом выпуске ведущий Павел Воронин, он же старший инженер группы обеспечения информирования населения Главного управления МЧС России, рассказывает, как вести себя при случае возникновения пожара в школе. От тебя, от первого лица идет информация. Здесь необходимо контролировать себя и то, что говоришь. И в общем, понятно, что экшен, он нужен, но это надо еще и самому знать, понимать. Ну вот вы на себя посмотрели. И как? Хорош? Говорите все верно? Или все же есть недочеты? Нет, ну информацию-то даем верную, но как бы косноязычие это все равно присутствует и как бы волнение. И самое главное, что такой легкий неофициальный формат подачи материала понравился руководству МЧС. Сотрудники управления продумывают темы ближайших выпусков, работать над которыми уже будем совместно. Мы делаем передачу не для профессионалов, а для рядовых граждан, для тех, кто пользуется и как раз не понимает, что делать в той или иной ситуации. И наша основная задача, я наших сотрудников ориентирую, в доступной форме и в интересной, самое главное, в интересной форме, чтобы передача стала интересной. Поэтому я бы с вашего такого разрешения хотел бы и вас попросить, чтобы передача была интересной. В завершении нашей встречи генерал-майор, желающий более укрепить наше сотрудничество, сделал редакциям холдинга заманчивое предложение, от которого мы, естественно, не отказались. В начале октября в рамках празднования Всероссийского дня гражданской обороны состоится масштабное учение. В один ряд с профессиональными спасателями встанут и профессиональные журналисты. Елена Кузовкина, Николай Шилко. День с толком. Продолжение следует...